Всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о детской линейке средств компании Faberlic. Так как я являюсь мамой двух замечательных дочек, одной у меня почти 3 годика, второй месяц, для меня эта тема очень актуальна. Начнем мы с более старшей серии. Это TechnoHits. Пена для ванны. Она идет 3+, но мы уже ей пользуемся лет с двух. Артикул 2357. Добавляем при купании, практически при каждом купании добавляем, так как ребенок у меня уже привык мыться с пеной и жизнь без пены мы в принципе не представляем. Аллергии у нас на нее нет. Добавляем мы, как написано в инструкции, то есть небольшое количество. Ну, в среднем где-то добавляем 2-3 колпачка на купание, на ванну. Ну, ей хватает. Пена густая. Играет она ей очень хорошо, интересно ей. То есть пена растворяется не быстро. То есть, ну, наиграться хватает. Далее. Жидкое мыло с этой же серии. Также серия 3+. Кожа после него не сохнет. Артикул 2356. Ручки мягкие после нее. Ну, в принципе, тоже мылом этим довольны. Ну, и моя самая любимая линейка, которая идет у нас от 0+. Это, конечно, серия Expert Pharma. Старшая моя дочь пользуется вот этой зубной пастой. С момента ее появления нам на тот момент еще не было годика. Мы начали пользоваться этой зубной пастой. Ребенка я приучала, действительно, с первого зуба я приучала ее к чистке зубов, чтобы ребенок привыкал к зубной щетке, к зубной пасте и так далее. И вот эту пасту мы изначально как стали пробовать, теперь вот нам уже почти 3 года, мы этой пасте не изменяем. Пытались почистить другой пастой вот серии TechnoHits. Нам не понравилось. Мы сказали, что это фубе. Мы вот любим только вот зубную пасту, первый зубик с алоэ вера. Ну, я не сопротивляюсь. Паста действительно хорошая. Ребенок где-то сглатывал, где-то еще как-то. Аллергии никогда не вызывало. Поэтому все хорошо, все замечательно. У меня все устраивает. Сейчас подрастет маленькая. И как только у нее вырастет первый ее зубик, мы также начнем чистить зубки этой же пастой. В принципе, мне проще. Купил одну пасту и на двоих хватает. Далее. Гель для купания. Гелем для купания мы также пользуемся с маленького возраста. Ну, к сожалению, эта серия вышла, когда нам было уже почти годик. То есть, нам было 11 месяцев. Ну, вот сразу с того момента мы и подсели на эту серию. Что я хочу сказать. Во-первых, он идет с экстрактом ромашки и депантенолом. То есть, он смягчает кожу. Он убирает какие-то раздражения. Нас все устраивает в этом геле для купания. Ну, что еще хочу сказать. А, ну, этим гелем для купания мы в данный момент моем даже голову, волосы. Так как он не щипет глазки и очень хорошо смывается водой, что немаловажно. Потому что, допустим, брала серию других. Шампунь брала других производителей. Мне не понравилось тем, что она именно плохо смывается водой. И так как у меня ребенок не любит мыть голову, поэтому вот мы нашли альтернативу. Этому мы моем голову гелем для купания. И любимый многими гель для подмывания. Его у меня берут с бешеной скоростью заказывает. Это он идет с экстрактом череды алоэ вера. Лично пробовала его и на себе. И, опять же, на детях. На своих уже и на маленькой, и на большой. Действительно, гель не вызывает ни раздражения. Не сушит кожу. Сами понимаете, что для девочек интимные места это очень важный, наболевший вопрос. Часто бывает раздражение. Раздражение. Здесь я вам могу с легкостью, с гордостью заявить, что данный гель не вызывает раздражения. И забыла принести. Сейчас принесу, да запишу видео еще кремушки нашей компании. Ну и продолжим. Вот еще у меня есть два крема. С этой же серии. Детский крем для мамы и малыша. Обратите внимание, он идет с депантенолом. Его цена в каталоге в среднем от 150 рублей. Известный, да, излюбленный всем крем Бипантен, который продается в аптеке, стоит, ну, сами знаете сколько, да, энну сумму. Это прекрасный заменитель этого крема. Единственный его недостаток, что Бипантен, например, можно спокойно, да, помазать и под памперс, под подгузник. Фаберликовский крем нельзя мазать, так как он увлажняет кожу. То есть у ребеночка может быть раздражение. Артикул 16-45. Но у меня был случай, доча была у меня на работе, обожгла кипятком себе ручку. Намазали тут же этим детским кремом. У ребенка не было ни ожога, ничего, было небольшое покраснение, которое к вечеру уже сошло, и ребенок был счастливый, здоровый. Ничего у нее не болело. И вот еще абсолютно новый у меня, я еще им не пользовалась, детский крем под подгузник. Почему не пробовала? Потому что мне с рождения надарили крема. Ну, естественно, надо использовать сначала их, потом возьмусь уже за свою любимую продукцию, своей любимой компанией. Артикул 16-88. То есть про этот крем пока ничего сказать не могу, он идет с экстрактом ромашки, но думаю, нам понравится. То есть смотрите мои дальнейшие видео, я вам расскажу о результатах работы этого крема, понравился или не понравился. Ну, на этом все. Всего доброго, всем пока-пока. Пишите комментарии под видео. Возможно, у вас есть также отзывы какие-то о продукции нашей компании. Может быть, есть желание попасть ко мне в команду. Ставьте лайки, пишите комментарии, переходите по ссылкам ниже. Регистрируйтесь в мой личный кабинет, то есть под меня лично, в мою структуру. Ссылка тоже будет размещена под этим видео. Я вас всех очень жду к себе в команду, расскажу, как заработать. На этом, то есть пользоваться любимой косметикой и продукцией, еще на этом зарабатывать. Ну и много всего интересного. Всем пока-пока.